приветствую друзья во втором уроке нашего мини курса по знакомству с fphp фреймворком е2 и в этом уроке мы немножко поговорим об устройстве самого фреймворка и о тех папках которыми вы чаще будете работать чаще всего будете работать на первых этапах собственно знакомство с фреймворком и работы с ним фреймворк сам установили в редактор я добавил проект и давайте посмотрим на те папки которые здесь представлены и так папка с с этой папкой вы будете работать не часто но будете и в ней хранятся комплекты ресурсов что такое ресурс мы с вами узнаем чуть позже одно если говорить двух словах то здесь подключается файлы стилей файлы скриптов шрифты все это происходит в классах который находится в данной папке в папке конфиг находится собраны конфигурационные файлы в которых описана конфигурация в приложении которых описано конфигурации соединения с базой данных и так далее папка контроллер это пожалуй одна из папок с которыми будете работать чаще всего в ней хранятся файлы контроллеров вашего приложения папка models здесь соответственно хранятся файлы моделей классы моделей вашего приложения и папка views в ней хранятся файлы видов и еще одна папка web это публичная папка которая собственно и является в ней находится файл index.php который является так называемым фронт контроллером это или точкой входа когда мы обращаемся к папке в помните у нас был листинг папок и мы кликнули по папке web и перешли к нашему сайту собственно вот здесь вот находится точка входа здесь подключается конфигурация нашего приложения здесь запускается наше приложение вот в этом файле кроме того в папке web хранятся публичные файлы вашего приложения как видите здесь например хранится папка css в которой хранятся стиле также здесь могут храниться картинки какие-то папка images допустим может быть upload какая-нибудь скрипты могут здесь хранится шрифты и так далее в общем все те файлы которые подключаются к нашему сайту и которые собственно должны быть видны для пользователя для его браузера для того чтобы все это красиво смотрелось есть еще папка css в ней публикуются вот те самые ресурсы которые должны подключаться в этой папку не рекомендуется ничего помещать это можете считать служебной папкой и сюда лезть не нужно итак три папки с которыми чаще все чаще всего мы будем работать это контроллер с моделс и views контроллеры модели и виды как вы уже наверное загадались по наличию этих трех папок фреймворк едва реализует архитектурный паттерн мвс и собственно как и любой другой современный печки фреймворк если вы обратитесь к разделу документации запуск приложения то здесь вы найдете более чуть более подробное описание того как устроена структура приложения структура фреймворка да ну и есть чего такая вот диаграмма она не очень понятно но тем не менее она есть в которой расписывается внутреннее устройство приложения ну и собственно некое такое вот описание архитектурного паттерна мвс давайте скажу пару слов о том что такое мвс поскольку для начинающих программистов особенно эти три буквы часто с ними сталкиваются но не понимают что это такое да что скрывается за этими тремя буквами точнее понимаю что это модель вид контроллер да но а считают это чем-то таким магическими не очень понятно на самом деле здесь ничего непонятного нет на самом деле здесь все просто когда поступает запрос от клиента собственно когда мы набираем в адресной строке что-то либо переходим по какой-то ссылке это и есть запрос который попадает в входной скрипт вот ту самую точку входа и дальше вступает в работу маршрутизатор специальный класс маршрутизатор который пытается понять а что же это за запрос и куда его стоит отправить и собственно если этому запросу что-то соответствует какая-то какой-то реальный адрес на нашем сайте в нашем приложении то подключается первый компонент паттерна мвс это контроллер контроллер свою очередь является некой прослойкой неким связующим звеном между моделями и видами контроллер вызывает модель при необходимости и модель предназначена для работы с данными чаще всего эти данные хранятся в базе данных и собственно задача модели обратиться к соответствующие таблица в базе данных или таблицам базе данных и получить данные из базы и отдать эти данные по запросу в контроллер контроллер соответственно для того чтобы эти данные были красиво представлены красиво упакованы подключает нужный вид не первый попавшийся а вполне конкретный вид который требуется именно для данной страницы и передает эти данные в вид ну а вид уже их красиво показывает пользователю, ну и собственно вот таким вот образом и устроен вкратце устроен вкратце архитектурный паттерн MVC если брать какой-нибудь пример из жизни то я люблю пример с обычным магазином, где какой-нибудь большой такой супермаркет на много этажей и когда пользователь заходит в этот магазин и ему нужно что-то купить, я часто употребляю привожу пример с чаем ему нужно купить какой-то чай и он не знает в каком именно отделе, на ком этаже продается чай и продается ли он там вообще для того, чтобы не искать очень долго, как правило в больших супермаркетах на входе есть какой-нибудь человек, менеджер на ресепшене который может подсказать при необходимости так вот этот самый менеджер на ресепшене это и есть маршрутизатор, который услышит запрос пользователя что ему нужно и скажет, а есть ли вообще у них такое или нет если нет, то это вот аналог 404 ошибки что страница не найдена а если есть тогда он говорит, где именно покупатель может приобрести столь желанный чай ну я скажу, например, на втором этаже в таком-то отделе и отправляет покупателя к соответствующий отдел к продавцу и продавец в данном случае является ничем иным как контроллером получив запрос о том, что нужен чай и вполне конкретный чай какой-нибудь какой-нибудь сорт чая продавец идет в какой-нибудь коробке с чаем в какую-нибудь мешочку и набирает нужное количество чая так вот, эта вот самая коробка вот этот самый мешочек это модель эта модель это в которой лежат данные в которой лежит нужный чай и он его набирает при этом этот чай он не просто сыпет в горсть покупателю либо в карман ему а он его красиво упаковывает для этого есть специальная упаковка опять-таки не первая попавшаяся а вполне конкретная на которой написано на которой есть какая-то картинка красивая и написано название выбранного сорта чая именно в эту упаковку упаковывается чай то есть упаковываются данные в конкретный вид то есть упаковка в данном случае это вид а чай это данные и в конце концов упакованный красиво чай отдается пользователю посетителю который попросил его то есть контроллер модель вид вот так вот вкратце все это дело устроено окей давайте мы перейдем к нашему приложению и посмотрим на него обращайте внимание на адресную строку вот этот вот webindex.php это тот самый индекс.php который я вам показал вот он frontcontroller а дальше идет какой-то get параметр вот этот вот процент 2f это кодированный слэш просто можно так поменять на слэш и все будет работать точно так же значит вот этот вот get параметр r это сокращение от root или route это маршрут и маршрут здесь называется вот site.index если мы перейдем на about то здесь маршрут будет site.about если мы перейдем на contact то site.contact ну и на логин это будет site.login вот эти вот две части маршрута site.index site.about и так далее это и есть это есть вполне значимые части и они обозначают контроллер и action контроллер и действие то есть контроллер в данном случае сайт а действие index здесь контроллер сайт а действие about что такое контроллер и что такое действие или action контроллер это не что иное как класс класс который подключается для того чтобы обработать данный запрос и в этом классе коль мы говорим об ооп в этом классе есть методы так вот эти методы это и есть те самые действия те самые action то есть где-то в контроллере где-то в классе site есть некая некий метод некий action about есть некий action индекс есть некий action contact и логин давайте попробуем их найти как мы уже знаем с вами есть папка контроллер с которой и собираются все контроллеры по умолчанию это один единственный контроллер и называется он site контроллер собственно вот здесь мы вспоминаем видим сайт значит контроллеры в ЕИ должны именоваться именно вот таким вот образом название контроллера и postfix контроллер то есть у нас может быть сайт контроллер может быть там пост контроллер может быть там юзер контроллер и так далее то есть название контроллера которое будет по умолчанию вот здесь вот первым сегментом нашего маршрута и дальше postfix контроллер при этом все это должно в camel case аннотации да то есть каждое слово с большой буквы если у нас контроллер состоит из двух слов то есть допустим test site контроллер да то каждое слово с большой буквы test site и вот здесь вот они должны идти тогда в таком случае вот таким вот образом test site большая буква заменяется маленькой буквой и знаком дефиса у нас таких контроллеров не будет поэтому просто показал вам значит класс файл контроллера должен называться вот таким вот образом и класс должен называться точно таким же образом классы контроллера должны расширять класс веб контроллер вот он и и веб контроллер это базовый контроллер фреймворка который нам предоставит необходимые методы необходимую необходимый функционал для работы нашего приложения окей движемся дальше ну и в этом классе давайте мы поищем метод который похож на индекс похож на контакт about и так далее behaviors нам не подойдет actions тоже не подойдет а вот индекс action индекс подойдет есть здесь action индекс есть здесь action login action logout но мы с ним не встречались а вот action contact мы его помним это страница с контактной формой и action about это страница about а вот те самые методы которые участвуют в показе той или иной странички ну как правило в контроллере может быть один метод один action который будет показывать сразу целую группу страниц например если мы речь идет о постах идет о блоге да постов может быть сотни тысячи на сайте это не значит что под каждый пост вы должны создавать один метод это конечно же неправильно это конечно же нелогично и под показ каждого поста будет выделен один метод который будет показывать любой из постов вот он будет просто получать контент нужного поста ну и подключать необходимый вид так вот action как и для именования контроллеров здесь у нас есть постфикс контроллер в action есть тоже свое правило любой action должен начинаться с префикса action вот этот action вот этот метод он участвует в показе той или иной страницы а вот этот допустим behavior он не участвует это служебный метод и поскольку здесь нет префикса action то он никаким образом не участвует в показе страниц ну и дальше с большой буквы должно идти название метода которое мы собственно вот здесь вот и видим во втором сегменте нашего адреса таким образом для того чтобы создать какую-то новую страничку ну допустим тестовую страничку мне достаточно давайте в конце конец спущусь и вот здесь вот напишу мне достаточно создать метод который я назову обязательно с префиксом action и назову например его тест и здесь что-нибудь выведу просто чтобы показать как это что это работает да эко тест пейдж ну и дальше чтобы не выполнялся код я здесь напишу дай и вместо индекс я напишу название метода и увижу здесь тест пейдж то есть произошло обращение к нужной мне странице был вызван вот этот вот контроллер сайт и в нем action тест если я вдруг напишу здесь тест 2 такого экшена нет то мы увидим страницу not found 404 action не найден окей а дальше в этом экшене есть возвращение какого-то метода render на самом деле этот метод render он подключает вид например если я хочу создать красивое оформление для данной страницы сейчас это просто белая страница с надписью то мне достаточно например скопировать вот эту строчку и написать здесь что-то view это название вида не пишите здесь view некоторые пишут здесь view если не пользуются PHPStorm а он пользуется где-нибудь блокнотом особенно то пишут здесь view двоеточие about на самом деле это view это просто название параметра которого здесь нет если вы откроете в блокноте этот файл то вы видите просто в скобках about окей значит метод render подключает умеет подключать виды когда мы говорим о видах когда мы говорим о представлениях то здесь стоит разделять два представления это собственно виды и это шаблон шаблон это давайте к вам главную страничку шаблон это нечто вроде фоторамки а вид это собственно контент это содержимое этой фоторамки то есть сама фотография таким образом в одну фоторамку мы можем вставить совершенно различные фотографии то есть мы можем вставить одну фотографию затем она нам не понравится мы можем ее убрать оттуда поставить другую фотографию и вот так вот собственно устроена работа шаблонов если мы посмотрим на главную страничку затем посмотрим на страничку about на contact и так далее то мы увидим, что на каждой из этих страниц есть какие-то общие части. В данном случае это вот этот вот header и вот этот вот footer. И меняется только контент между ними. Header и footer остаются неизменными. То есть header и footer это и есть шаблон. А вот содержимое между ними это контент. Все виды хранятся в папке views. И здесь вот есть две по умолчанию папки. Это папка layouts и папка site. В папке layouts хранится дефолтный шаблон. То есть вот то, что мы с вами видим. Вот он header. Внизу мы видим footer здесь. Вот он. А между ними вставляется контент. Контент вставляется переменной контент. И собственно вот тот контент, который мы здесь вот укажем, он и будет подставляться вместо переменной контент. Как видите, она здесь выводится. Окей. Какой вид, где их вообще создавать и как их именовать? В фреймворке E2 принято создавать виды в папке с названием контроллера. Контроллер у нас называется site, поэтому все виды этого контроллера хранятся в этой папке site. При этом контроллер называется с большой буквы. Папка site называется с маленькой буквы. Ну и вид для экшена должен принято именовать. Это не обязательно, но принято именовать по названию экшена. Экшен называется test, соответственно подключается вид test. Экшен называется about, соответственно подключается вид about. Но на самом деле мы можем указать здесь любой другой, но принято такой вот стандарт именовать по названию экшена. Если мы откроем папку сайт, то мы увидим здесь вот те самые виды, те самые страницы About, Contact, здесь Aurora еще есть, Index, Login. Ну и здесь же мы можем создать страничку Test и на ней что-нибудь написать. Это тестовая страница. Если теперь мы обновим нашу страницу по запросу сайт-тест, то мы увидим уже не пустую белую страничку с одинокой надписью TestPage, а мы увидим здесь уже красиво оформленную с хедером, с футером шаблон. Вот выведена надпись. Это тестовая страница. Хорошо. На этом, пожалуй, мы пока что остановимся. Мы вкратце с вами рассмотрели вопрос работы паттерна MVC. Мы вкратце с вами рассмотрели, как создаются контроллеры. Ну, собственно, мы не создавали их, но по аналогии вы можете создать. По аналогии сайт-контроллер, папки-контроллер. Вы можете создать, допустим, тест-контроллер, попробовать самостоятельно это сделать. Хотя в дальнейшем мы с вами будем это делать, но можете пока что самостоятельно попробовать создать тест-контроллер, в нем создать какой-нибудь публичный экшен. Обязательно отнаследоваться от и веб-контроллер. Ну и создать отдельно в папке views папку с названием контроллера и в ней вид для вашего экшена. Ну и посмотреть, все должно, в принципе, работать примерно так же, как у нас работало до этого. На этом текущий урок мы с вами завершаем. И продолжим нашу работу, знакомство с PHP-фреймворком Е2 уже в следующем уроке.